Девушки отдыхают Ты бы на моем месте так же поступил бы У тебя по-прежнему нет ни одного доказательства К вечеру в квартире Брагина не должно остаться ни одной камеры, ни одного микрофона Аллаху Акбар Как он умер? Его забили до смерти Латив Кисма взяли вчера в минеральных водах Это он вас пытал? Да Пустите меня к нему Зачем? Я хочу посмотреть ему в глаза Латив мертв Он перерезал себе горло Как-то могло позойти Вот, смотрите Вот в этот момент Брагин мог передать лезвие Латива Какие будут предложения? Полиграф Я приготовила список Все, кто контактировал с Лативом У меня день рождения сегодня Поздравляю Почему не празднуете? Может вдвоем? Это я знаю Мы срочно уезжаем Куда? Почему ты мне никогда ничего не говорила? Я люблю тебя Я хочу тебя Ты не разговариваешь со мной Не смотришь на меня На телефон не отвечаешь Почему? Потому что как мне вернулся муж Понимаешь? Мужик мой Многие клини подбивали А досталось брату, а че? Родная Что? 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 Серьезно? Эй, вы не торопитесь Мне еще за руль садиться Вы преподаете в университете? Да Вы специалист по суфийской поэзии? Да Вы передавали мезию Латив? Нет Ну вот И все отлично Все? Да, Михаил Семенович Очень хорошо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и где он? Уже десять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Добрый день. Еще не вру? Вы знакомы с процедурой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держится уверенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже слишком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волнуешься? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Тогда начнем. Вы полковник спецназа ГРУ Алексей Брагин. Да. Вы собираетесь говорить только правду? Да. Вы закончили Рязанское училище ВДВ. Да. В 83-м году вас призвали на службу в Афганистан. Да. Вас взяли в плен во время спецоперации на Северном Кавказе. Да. Во время допросов вы рассказывали боевикам информацию, содержащую секретные данные? Нет. Вас пытали? Да. Это вы передали Латифу Лезию? Нет. Это вы передали Лезию Латифу? Нет. Хватит. Вы что, вы не понимаете, что он врет? Спроси, изменял ли он своей жене. Вы изменяли своей жене? Нет. Заканчивай. Это все, товарищ полковник, спасибо. Все? Даже обедно. Я прошел именно перездачу? Я понимаю, что ты расстроен. Нет. Он врет. Я говорю, он врет. Он прошел тест. Ты сама видела. Нельзя отрицать очевидное. Во всяком случае, мы знаем, что он не изменял своей жене. Это тоже хорошо. Спасибо, товарищ полковник. Всего хорошего. До свидания. Ее нашли. Два часа назад взяла билет на автобус до Таллина. Возьмут на границе. Отдай ее. Служба безопасности не отдаст. У них убийство иностранного гражданина. И они подозревают ее. Она им ничего не скажет. А тебе скажет? Мне скажет. Я ее чувствую. Давай ее сами возьмем. Я привезу ее сюда. Да не отдадут. Не отдадут. Десять часов мне хватит. Я буду везти ее на машине. Медленно. Ладно. Но они будут тебя сопровождать. Хорошо. Садись. Куда едем? Так это ты меня вроде позвал. Ну ты согласилась? Есть одно место. Что там? Там ничего нет. Просто лес. Мне нравится. Куда ехать? Пока прямо. Смотри на дорогу. Куда ехать? Стоп. 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 А как же ты? Ты жене не изменяешь? Подсматривал или подслушивала? Где ты научился так полиграф обманывать? А со мной как думаешь? Ты все-таки на дорогу смотри. Ты думаешь там? Стоп. Пограничный контроль, приготовьте документы. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуйте, Юлия Игоревна. Пошли. Они уверены, что это ты убил Умара, но я знаю, что это не так. Я везу тебя в Москву. Потом я буду вынужден передать тебя этим ребятам в Субянке. И уже ничем не смогу тебе помочь. Если ты только сама не захочешь помочь себе. Я понимаю, тебе сейчас очень больно. Ты потеряла любимого человека. Когда это началось? Когда твой отец был послом в Катаре, тебе 14 лет. Ты дочь дипломата, а он из бедной семьи. Тебя окружали дети послов, министров, ну, одним словом, золотая молодежь. Дискотека и все остальное. А вокруг нищета. Я знаю, что такое арабская бедность, я бывал. Ты все это ненавидела. И тут появился он, Умар. Особенный, необыкновенный. Тебе было интересно с ним. Впервые в жизни. Садись за руку. А ты? А я буду выпивать и наслаждаться жизнью. Подожди, подожди. Поздно, я уже выпил. 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 Ну, все, пришли. Подожди, подожди, подожди. 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 даже Мам, ну что теперь будет? Теперь разведетесь? Кыш отсюда не дай развед. Мам, ты не волнуйся. В Москве мама, кто живет с биологическими отцами. С кем? С биологическими отцами. Ой, тема, уведи его отсюда. Уложи его спать, пожалуйста. Мам, ты не волнуйся. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потом вас перевели в Москву Но я понимаю, первая любовь, она жила И он нашел тебя Через два года он поступил в Московский университет Он был очень упорный Вы были счастливы Сколько лет ты могла скрывать? Год? Два? Когда твой отец узнал об этом Представляешь, что с ним было? Он тебя отправил в Англию Но Умара и это не остановило Он отправился за тобой Как он жил в Лондоне Ночью работал, днем учился Он любил тебя по-настоящему Где его тело? В морге Я хочу его увидеть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нечего. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Просто хочу, чтобы это делалось вечно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Муза! Муза! Нет, Муза! Муза! Тихо, тихо, тихо. Все хорошо, все хорошо, тихо. Все хорошо. Ты не там, все хорошо. Это просто сон. Ты здесь со мной, все хорошо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что с ним будет? Его кремируют за государственный счет. Он хотел, чтобы его похоронили по мусульманскому обряду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я думаю, это достаточно. Его похоронят по мусульманскому обучу. Завтра. На Волковском кладбище есть мусульманский участок. Его убили твои люди. Не мои. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Что она сказала? Она практически ничего не знает. Им сказали купить квартиру и ждать, когда к ним придут. Приходили? Да. В прошлый понедельник. Кто? Она не знает ни имени, ни фамилии. Мужчина славянской внешности. Угу. Оставил снайперскую винтовку. Так. Появилась винтовка. Угу. Сержант Сидоров. Лыб. Коля, ты на месте? Я на месте. Иду на балкон. Что видишь? Хорошо. Храм. Возьми бинокль. У храма движение. Машины с правительственными номерами. Куча охраны. Какое число сегодня? Девятнадцатая. Премьер-министр. Председатель совбеза. Депутат Басов. Еще депутаты. Праздничная служба. Расстояние до храма. Километр может чуть меньше. Снайперский выстрел. Угу. Агент-снайпер. Военный профессионал. Просыпайся. Просыпайся. Я никуда не поеду. Вставай. Никуда не поеду. Вставай. Нас уже разыскивают. Мне здесь хорошо. А ну-ка вставай. Вставай. Так. Вставай. Вставай. У меня дома. Я тебе на полу спать не позволю. Откуда ты знаешь? Что? Что дома я сплю на полу? Я просто пошутила. Вставай. Кофе будешь? Нет, у него глаза шире расставлены. И взгляд более пристальный. Ты хочешь сказать, что глаза глубоко посажены? Да. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это он? Да. Ты уверена? Да, только здесь он моложе. Ты следила за мной? Бред какой-то. Откуда ты знаешь, что дома я сплю на полу? Следила? Случайно зашла в бар? Совпадение? Телефон свой оставил, чтобы я всегда мог позвонить. Ерунда какая-то. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, говори, в чем меня подозревают. Ну, говори, в чем меня подозревают. Пусти. Это ищешь? В чем меня подозревают? В чем меня подозревают? Говори. Говори. Мой осведомитель сказал, что... Чтобы Энжелит завербовал пленного русского офицера. И переправил его в Москву для совершения теракта. И ты поверила, что этот офицер я? Поверила. И ты считаешь, что это я? А кто еще? Подожди. Вы что, все думаете, что я работаю на Бенжелида? Не все. Так думаю, я одна. И давно? С самого начала. Как только ты появился. И сейчас тоже. Да. Пошли. Садись. Держи. Ну, давай, спрашивай. Ты же хотела допрос? Что, тебе нечего спросить? Ты ответишь на все мои вопросы, да? Да. Хорошо. Это ты передал лезвие Латифу? Каким образом? Отвечай на вопрос. Нет. Хотя с удовольствием это бы сделал. Кто такой Муса? Откуда ты знаешь это имя? Кто такой Муса? Один из охранников. Нормальный. Что ты делал в гараже? Где? Что ты делал в гараже своего дома? Я не помню. Убирал что-то, чинил. Трижды в день. Рано утром, днем и поздно вечером. Что ты там делал? Молился. Молился. Что? Молился Богу, понимаешь? Аллаху. Ты мусульманин? Когда шесть лет сидишь в темной яме, тебе очень нужен Бог. А Библии у них не оказалось. Почему они убили Хамзина, а тебя оставили в живых? Ты об этом уже спрашивала на допросе. Ты не ответил. Это не важно. Это мне решать. Потому что я убил его. Этими руками. меня заставили забить его до смерти. Стояли вокруг и смотрели. Если бы я этого не сделал, они бы убили меня. Понимаешь? Кто заставил тебя это сделать? Анжелит. Так ты с ним встречался? Да. Почему ты соврал на допросе? Почему ты не сказал, что встречался с террористом номер один? Испугался. И ты стал его последователем. Да? Ты стал солдатом джихада? Ты что, больная? Ты правда не понимаешь? Я убил своего друга. Я никакой не герой. Они меня сломали. Понимаешь? Ты мне не веришь? Я знаю, что перевербованный русский офицер это ты. Так. Все. Мне надоело. Я пошел. Стой, мы не закончили. А я закончил. Стой, мы не закончили. Да. Мы ошиблись по поводу Брагина. Что? Военнопленного действительно завербовали, но не его. Что? Я не понимаю. Юлия Лаар опознала Хамзина, который был в плену вместе с Брагиным. Но... Он же погиб. Нет. И он в Москве. Стой. Стой. Прости. Прости меня. Я... Я совершила ужасную ошибку. Думаешь, я не знаю? Это время. Эти два дня, что мы провели вместе, это... Это по-настоящему, понимаешь? Это... Это важно для меня. Знаешь что? Пошла ты. Пошла ты. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На хлеб! Добро пожаловать на наш канал! 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 Что случилось? Злится, что его сюда таскают постоянно Не с ним, с тобой А что со мной, все хорошо? Да, ну да ладно Я тебя жду у себя Когда ты последний раз видел папу? Не помню Может быть вчера или раньше Где ты его видел? Никита, скажи правду У школы Сколько раз он приходил? Три Или пять Ты с ним разговаривал? Нет, он прятался за забором Во что он был одет? Никита Ты не помнишь или не хочешь говорить? Не хочу Почему? Потому что вы шпион Как без ночи звонят ежедневно Практически в одно и то же время Восемь пятнадцать Восемь тринадцать Восемь четырнадцать Я проверила, она восемь часов выходит из дома Отводит ребенка в школу Вот Звонят, когда никого не дома Настойчив Когда никто не отвечает Зачем? Звонят, когда уверены, что никто не ответит Здравствуйте Вы позвонили нам Мне или маме Нас нет дома Оставьте сообщение И мы вам перезвоним Он звонит, чтобы услышать их голос Скучает Знакомьтесь Полковник Кузнецов Директор службы военной контрразведки ФСБ Здравствуйте Теперь дело Хамзина будет курировать он лично Центр отстраняется от расследования? Нет Вы будете работать дальше Но под руководством полковника Кузнецова Ну что ж Пойдемте, познакомлю вас с сотрудниками Проверьте родственников Хамзина Любовниц, соседей, друзей, сослуживцев Всех С кем он мог выйти на контакт Кого он мог использовать Мы уже всех проверили Есть одна зацепка Хамзин каждое утро звонит домой Когда жены и ребенка нет дома Он слушает их голоса на автоответчике Ну и что? Он хочет их слушать, понимаете? Представляете, что жена остается дома И неожиданно отвечает на звонок Он тоскует, он не сможет не заговорить с ней И тогда мы отследим звонок А если она не захочет нам помогать? Или предупредит его? Я беру это все на себя Вы берете на себя Очень большую ответственность Во всяком случае Это пока единственный шанс В центр вызывали Ты не обязана отчитываться Послушай Я вел себя как дурак Просто мне было очень плохо Но я не должен был уходить из дома Прости меня 31 декабря Перед Новым годом К нам пришли люди Которые сказали, что мне полагается пенсия С тех пор прошло 6 лет Пять из которых Я ждала Потому что я верила, что ты жив А потом я Сломалась Не выдержала Ты выдержал А я нет Ты знаешь, почему я выдержал? Думаешь, вера в родину В армию Это все слова Я просто там каждую секунду думал о тебе И о детях Благодаря вам я и вышел Ты уже тысячу раз говорил это Во всех своих речах Я тебе просто врала А ты это чувствовал Надо начать все сначала А если мы любим друг друга То у нас получится И все равно прости меня Не хотела вам мешать Но из приемной депутата Басова Поговори-то я не хочу Алло Да, здравствуйте Это его жена Секундочку Он нас завтра зовет на прием Ого Может не надо? Мам, ты чего? Алло, да, простите Сказали, что с ним соединят Да Конечно, помню Да Да, хорошо Мы завтра будем Вот Да Спасибо До свидания Завтра в пол седьмого За нами пришлют машину Круто Если бы все было в порядке Он бы просто пришел к вам, так? Он бы позвонил, появился Он бы дал о себе знать Я не знаю Нет, все равно он не мог Не мог Он шесть лет Провел в аду Ему промыли мозги Из него сделали зомби Он сам не понимает Что собирается совершить Он не отдает себе отчета Ему вложили в голову чужие идеи И что вы от меня хотите? Что бы я его сдала? Вам? Нет Я этого никогда не сделаю Его нужно оставить Пока еще есть время Пока еще не совершил ничего ужасного Пока он не убил никого Нужно ему помочь Он сам этого хочет Вы же видите Иначе бы он не искал встречи с вами Он заблудился И только вы одна Можете помочь ему выбраться Из этой темноты Он вас послушает Потому что он все еще любит вас Где-то в глубине Он все еще тот Юра Хамзин Который жил с вами Которого вы любили Который хочет выбраться Но не знает как А значит есть надежда Что ничего страшного не произойдет Не дайте этой надежде угаснуть Он послушает только вас Помогите ему Хорошо я попробую Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы в порядке? Нет Ответьте Нужно взять трубку Дута Субтитры создавал DimaTorzok Возьмите трубку Да Привет, это я Ну что, мы с тобой идем? Все в силе? Что? Нам нужна свободная линя Скажите, что перезвоните Алло Перезвоню Я не могу Пожалуйста Я не могу Пожалуйста Чистич Пожалуйста Тихо Вам нужно просто поговорить с ним Всего одну минуту О чем? О чем? О чем? Рассказать ему про мою вторую свадьбу? Про мужа? О чем? Успокойтесь Вы все знаете Мы с вами все обсуждали Нужно просто вспомнить Говорить нужно только про ребенка Только про ребенка О том, как он скучает по отцу О том, что вы ему рассказывали об отце О том, что вы показывали фотографии Ну Вы же все помните? Хорошо О чем стоит О чем стоит Хорошо Тогда О чем следует Да. Бросил трубку. Лочка на юге Москвы. Радиус пять километров. И что мы тут застряли? Машину жду. Смотри, мы вас не пренупредили. А ты заметила насчет мамы с папой? А что с ними не так? Они ругаться перестали. А знаешь, что еще я заметила? Что? Мне сегодня утром целовались. А ты тачку выпустила? Ого, это да. Мама, папа, я увидел огромную черную машину! Ни фига себе. А вы моих родителей не видели? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, Алексей, рад видеть. Добрый вечер, Лена. Ну, подходите. Господа, позвольте вам представить наш герой. Все вы его хорошо знаете, видели по телевизору. Ну, вот позвольте, ну, Багмета вы знаете. Здравствуйте. Генерал-полковник Первишин, начальник генштаба. Генерал-полковник Трефилов, командующий Южным военным округом. Ну, это мой помощник, Данилов Игорь Валентинович. Это наша черная металлургия, господин Юнов. Надежда российской тяжелой промышленности. Ну, прямо так уж и... Галан, не скромничай. Губернатор Красноярского края с супругой. Давно хотел познакомиться. Очень приятно. Привет. Господа, вы как выпейте шампанского, я оставлю вас на пару минут, хорошо? Скажите, а какой был самый страшный момент в вашей жизни? Ну, самый-самый. Самый страшный? Я даже не припомню. Ну, расскажи. Ты никогда ничего не рассказываешь. Ну, один раз мы были с заданием. Долго до места добирались. Устали. Ну, сидим в засаде. Ночь. А вымотался я. И так уже под утро задремал. Я вдруг свой сон слышу шаги. Я просыпаюсь и за кустами кто-то ходит. Темно, ребят, не вижу. Я затвор. Тишина. Опять шаги. Сопит кто-то. Ну, минут сорок, наверное. Я ждал, когда он появится. Светает. Я не выдерживаю. Думаю, буду брать живьем. Так сквозь кусты. Тихонько пробирает. Рванул. Зацепился за корягу. Упал. И вот какие-то колючки. Так лицом поднимаю голову. И передо мной такой огромный еж смотрит на меня. От страха даже не свернулся вот так. Смотрит. А ночью они вот так же, как люди, топают. Вот ничего страшнее не было у меня. Ну, все это, конечно, шутки. Правды он все равно никогда не расскажется. Ну, давайте просто выпьем за нашего героя. За человека, который олицетворяет собой мужество и храбрость. За полковника Брагина. Благодарю. Господа, господа. Ну что, наверное, вас всех удивляет, зачем я вас здесь всех собрал, да? Так вот вас ждет сюрприз, поэтому просьба всех собраться в соседнем зале. Просьба. Давайте, 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 давайте. Может, прилечь хотите? А, нет. Спасибо. Уложили? Да нет. Олег с ним, ему на смену скоро. Он по ночам работает? Да, бывает. Ну, деньги не лишние. Вам очень повезло с мужем. Он так привязан к Никите. Да. И с Юрой мне тоже повезло. Несмотря ни на что. Ну, а вы? Что? А? Замужем? Ах, нет. Нет. Познакомилась тут с одним, но... Но думаю, что ничего не получится. Это правда, что ваша фракция в Госдуме создала новую партию? Наша партия называется Отчизна. У вас есть программа? Законность и порядок – наша программа. Президент слишком стар и слаб, чтобы противостоять современным угрозам, а угрозы эти страшны. Сепаратизм, развал страны, обнищание народа. Что-то мы потеряли на этом сложном пути к свободе. Что-то очень важное, без чего не может существовать наша страна. Мы не знаем, куда мы идем. Мы сбились с пути, и у нас нет ориентиров ни нравственных, ни духовных. Вместо этого у нас жажда личной наживы, лицемерия, обман. Если сейчас кардинально не изменить ситуацию, мы потеряем страну. И я глубоко убежден, что есть единственная сила, способная помочь нам вернуть то, что принадлежит нам по праву. Гордость за свою страну, за флаг, за гимн, за Отчизну. Это наша армия. Великая русская армия. Стержень и оплот русской государственности. Вы собираетесь участвовать в выборах? Через неделю состоится наш первый съезд, на нем вы услышите и нашу программу, и наши дальнейшие планы. Ну как? Отличная речь. Спасибо, спасибо. Давайте выпьем за нашего кандидата, как принц у вас в армии. Два коротких, один протяжный. Ура! 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 Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо. Мне нужна ваша поддержка. Ну как тебе? Нормально? Слушай, зачем они нас пригласили? Смотри на устроение. Угу. Ну и как смотри на? Ну, мне кажется, все они в тебя влюбились. Ты была самая красивая. Это ты им понравился. Когда про тебя тост говорили, все подошли чокаться. Я гордилась. ТЕЛЕФОНЫЙ ЗВОНУК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Юра. Юра, это ты? Я знаю, что это ты. Никита видел тебя у школы. Телефон-автомат. Центр. Радиус 4 километра. Юра. Юра, почему ты молчишь? Черт. Радиус 2 километра. Всем группам. Готовность номер один. Команда один готова. Группа номер 6 готова. Ты можешь ничего не говорить, я знаю, ты меня слышишь. Я это чувствую. Я верила. Все время я ждала. Я ждала, но... Никита рос. Ему нужен был отец. Ты же... Ты же всегда сам так говорил. Группа 3. Работайте. Понял. Выйдем там через полторы минуты. Выйдем там через полторы минуты. Но я не переставала тебя любить. Ни на секунду. И когда Никита сказал, что видел тебя возле школы, я... Я ему поверила... Юра, я поверила, что случилось чудо. И что ты вернулся. И не важно зачем. И главное, что ты здесь рядом. Еще 20 секунд. Есть. Улица Бахрушина, 32-й дом. Юра. Юра, я совершила страшную глупость. Юра, они отслеживают звонок. Убегай оттуда, Юра! 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 Фран Bak НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 8-й, 200-й, преступник забрал оружие. Повторяю, преступник забрал оружие. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Кого ты убил? В кого ты, мать твою, стрелял? Что, черт возьми, произошло? Группа захвата гнала Хамзина до этого места. Есть две жертвы. Таджики. Это бомбоубежище. Ночлежка. Где Хамзин? Ищу. То есть вы понятия не имеете, где он? Нашли один раз. Найдем еще. Очень сомневаюсь. Начинаем работу по нашему плану. Объявляем всероссийский розыск. А это еще что такое? Мы находимся на месте событий. Сегодня здесь стрепело дня. Произошло убийство. Майор! Это неправильно. Он просто ляжет на дно, и все. У меня нет выбора. Под угрозой кто-то из первых лиц государства. Я напишу текст для телевидения. Пиши. Я опять опоздал, но я помню. Я обещал, приготовить тебе завтрак и отвезти в аэропорт. Поставь обратно, пожалуйста. Ну, я уже приехал. Я здесь. Я лучше на такси доеду. Не уезжай. Я прошу тебя. Умоляю. Когда я проснулась сегодня, тебя уже не было. Тут я поняла, что с тех пор, как я приехала, мы ни разу не просыпались вместе. Я даже не помню, когда ты последний раз был дома хотя бы полдня. Ты сам-то помнишь? Соня. Соня. Я уезжаю на разведку, помнишь? Я там все разведаю и тебе позвоню. Хорошо? Отпрывай. Спасибо. Ух ты. Ты можешь пойму. Ты можешь выйти? Мне нужно сказать тебе что-то. Да, да, я знаю, что рано. Прости, прости, что разбудила. Это важно. Это важно для тебя. Никогда не приезжай ко мне домой. Здесь моя жена и дети. Хамзин жив. Что? Хамзин жив. Ты врешь? Нет. Я убил его и закопал. Он здесь, в Москве. Объявили всероссийский розыск. Если не веришь, включай телевизор. В шесть часов об этом скажут на всех каналах. Я просто хотела, чтобы ты узнал об этом первым. Видишь, мой источник оказался прав. Про завербованного офицера. Это я ошиблась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Разыскивается преступник, бывший офицер спецназа ГРУ, снайпер Юрий Хамзин. Он вооружен и очень опасен. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении этого человека, позвоните по телефону внизу экрана или 02. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Так получилось, что у меня, кроме нее, никого не осталось. Ты у нее тоже. Брат, ты уже пять лет, как считался погибшим, надежды никакой не было. Потом ты вернулся. Как мне тебе в глаза смотреть? Брат, что мне делать? Ты меня совсем не слушаешь. Тебе это не надо. Я понял. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Выпискивается преступник. Бывший офицер спецназа ГРУ, снайпер Юрий Хамзин. Он вооружен и очень опасен. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юрия Хамзина... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Хамзин жив Вы все врали мне Я не знал Передай Банжалиду Что меня больше нет Я ухожу Все Субтитры сделал DimaTorzok